здравствуйте мои дорогие спасибо что остаетесь с нами мы нашли еще одну достаточно интересную простую тему о простом доступном продукте позволяющим улучшить состояние здоровья речь сегодня пойдет о молочной сыворотки молочная сыворотка это побочный продукт переработки молока когда скисшее молоко подогревают оно под действием температуры разделяется на жидкую фракцию сыворотку и комки свернувшегося белка творог обычно сыворотка светло-желтоватая или мутновато-белая сладковато-кислая оттенок вкуса зависит от того как сыворотка была произведена при изготовлении мягкого сыра или творога получается кислая сыворотка при изготовлении твердого сыра скорее сладковатая в процессе производства сыра более 50 процентов питательных веществ остается в сыворотке это минералы витамины лактоза и белок лактальбумин обладающий бактерицидным и противоопухолевым свойствами белки молочной сыворотки лучше усваиваются организмом человека чем белок куриных яиц в россии в основном из сыворотки производят детское питание молочные продукты кондитерские изделия корма для сельскохозяйственных животных польза сыворотки из молока состоит в том что она помогает практически при всех желудочно-кишечных расстройствах так при нарушениях пищеварения и плохом аппетите рекомендуется ежедневно пить по два стакана сыворотки на протяжении полутора недель а при выраженных симптомах гастрита или язвы не будет вреда если принимать его в той же дозировке вплоть до исчезновения неприятных ощущений при запоре можно смешать напиток с морковным соком в одинаковой пропорции ну примерно по половине стакана для очищения кишечника также хорошо поможет стакан сыворотки на пустой желудок с разведенными двумя чайными ложками соли при гриппе и о рв и хорошо помогает лечение молочной сыворотки с медом пить ее нужно по полтора стакана в день лечебные эффект сыворотки отмечается даже более действенный чем от подогретого молока а если пить стакану кисломолочного средства ежедневно в осенне-зимний период это станет хорошей профилактикой простуды при избыточном отложении в суставах солей мочевой кислоты проще говоря подагре для усиления выведения из организма этих вредных шлаков и солей следует ежедневно принимать по стакану сыворотки каждый раз перед едой для очищения организма от шлаков пить сыворотку полезно по 300 миллилитров на протяжении трех дней напиток не только очистит кишечник и кровь но и улучшит работоспособность и поднимет настроение польза сывороточных напитков улучшат состояние сосудов укрепит их стенки и снизит проявление варикозной болезни вен для приготовления эффективного лекарства 7 свежих мятных листочков заливают кипятком и настаивают на протяжении получаса а потом смешивают настой со 150 миллилитрами сыворотки необходимо пить три недели трижды в день до еды а при сахарном диабете польза творожной сыворотки для организма состоит в том что напиток не поднимает уровень сахара но нормализует обмен веществ и помогает предотвратить осложнение болезни при диабете пить сыворотку рекомендуется ежедневно перед завтраком в объеме 150 миллилитров это почти стакан также применение молочной сыворотки для лица замечательный способ ухода за кожей такое натуральное средство эффективно восстанавливает омолаживает кожу замедляя процессы уедания после его использования лицо выглядит более свежим умывание сыворотка является наиболее простым умываться молочной сывороткой вполне достаточно одного раза в сутки а чтобы укрепить ослабленные волосы вылечить сиборею и избавиться от эффекта соломы кисломолочный продукт можно использовать в качестве повседневной замены шампуню или же добавки к нему можно использовать в качестве ополаскивателя после мытья в разведенном водой состоянии и конечно основы для приготовления масок покупной сыворотки всегда предпочтительно домашнее тем более что приготовить ее несложно абсолютное противопоказание к употреблению кисломолочной сыворотки не восприимчивость к молочному белку и индивидуальная непереносимость остальных случаях свежая и качественная сыворотка принесет только пользу если употреблять ее меру на сегодня это все как всегда просто доступно полезно если вам понравилось не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал чтобы не пропустить все самое интересное и для вас полезное берегите себя и будьте здоровы до новых встреч субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok